перед началом обзора хочу поблагодарить зрителя с ником профессор за высокую оценку моего творчества в плане создания ролика с лайфхаками вождения в девятом асфальте и присланный им донат большое спасибо но если у кого также есть желание меня как автора поддержать за контент то ссылка как обычно находится в описании всем буду благодарен и все озвучу уже в начале следующего видео или стрима привет любителям игры асфальт 9 прошло уже больше месяца как вступил свои права новый 2023 год праздники давно отпразднованы ну и пора бы уже выкатить для нас новое большое обновление игры что лофты и сделает уже в самое ближайшее время ну а пока у нас появилась возможность предварительно ознакомиться с его нововведениями посредством патчноута и я как обычно собрал для вас всю самую важную информацию в одном обзоре а в ответ надеюсь на вашу поддержку лайками подписками на канал если еще этого не сделали и присоединяйтесь группе по игре в к по ссылке в описании 29 по счету обновления будет как водится разделено на два сезона первый из них получит название город огнеев честь новой игровой локации а со вторым сезоном мы встретим весну поэтому он так и зовется сезон весенний сакуры игровой гараж пополнится шестью новыми автомобилями и одним добавленным ранее но пока не разыгранным давайте же на них посмотрим в этот раз д-класс остался за бортом поэтому начинаем с класса c здесь появятся две тачки начнем с donker world d8 gto знакомы мне еще 100 исторических времен когда по земле ходили динозавры и играли в асфальт 8 на самом деле практически все новые тазы этой обновы перекочевали оттуда звездность на скринах от гэйл ошибочно скорее всего тут будет 4 звезды на момент создания видео известны только стоковые характеристики донкера они копируют dodge вайпер acr кроме ускорения она сильно лучше поэтому его можно рассматривать максимум как начальный вариант для тачеров silver лиги машинку добавят в пропуск одного из сезонов а вот это авто лофты уже позиционируют как нового короля c класса это mercedes-benz amg gt black series ну давайте посмотрим статы максималки и ускорения практически такие же как у текущего короля ранга maclaren gt но вот в управлении новый мер серьезно проигрывает а в nitro наоборот выигрывает что же окажется выигрышней на практике скоро узнаем наше сражение станет легендарным но и потенциальный флагман разыграют формате гран-при также две новые точилы пополнят б-класс классику итальянского автомобилестроения представит ferrari f50 но разрабы решили поглумиться и над ней и над нами во первых наградив авто великолепными в кавычках естественно характеристиками которые ничего из себя не представляют а во вторых засунув этот уж простите кусок игрового шлака вслед за донкером в пропуск легенды клуб автомобилей пытающихся навязать конкуренцию huracan увеличивается и на этот раз в него вступает maclaren 600 lt баланс характеристик отличается но по совокупности всего возможно мак и сможет навязать старичку курику борьбу мак скорость хоть и чуть ниже но зато ускорение чуть быстрее нитро заметно меньше но зато управляемость заметно лучше почему-то разрабы умолчали о методе розыгрыша авто ну возможно как и мак из прошлой обновы это тоже появится в магазине клэша но это не точь ну еще пару новых тазов завезут в с класс сразу скажу что оба они для меня интереса представлять не будут так как у них нет максималки тачка с низшим рангом из двух это gta spano помню как данное авто было супер эксклюзивным в плане доната в восьмерке что-то наподобие нашего bugatti lvn до черной пятницы а в девятке станет чем-то наподобие ламбы терца милленио немного выигрывая по управлению но проигрывая по максималке и ускору запустят точилу в отдельном особом событии которое со слов гэл можно будет частично пройти и без пропуска но на каком-то из этапов костыль в виде донатного авто все же появится ну и самым топовым по рангу автомобилем 29 обновы является торина дизайн супер спорт тут уже скоростухи чуть больше но все равно недостаточно чтобы хотя бы намекать название короля сравнить характеристики можно пожалуй разве что с инферно автомобиль инферно они близки по ускорению и нитро но по скорости чуть быстрее чертенок а по управлению торина методика раздачи машины аналогично он и у gta spano бонжур манать пошли катать город огней как назвали его разработчики и одновременно с этим столица франции париж предстанет перед нами в виде новой игровой локации в сети уже гуляет тизер и первый геймплей и если говорить чисто про визуал то карта вызвала у меня двойственное впечатление с одной стороны мне понравилась детализация модели известных городских достопримечательностей даже вернули шпиль сгоревшему несколько лет назад собору парижской богоматери какой какой матери парижской богоматери но с другой стороны лично мне не хватает цветов трасса как и гренландия выглядит довольно сероватой да и в плане езды есть как положительные моменты например широкие улицы и тоннели так и отрицательные снова привет плоским трамплином и плохо прокручивающимся бочкам в любом случае интересно будет протестить новую трассу и в том числе погонять на ней с ментами кстати гэу решили сохранить практику только двух трасс первой сети и в сезоне город огней мы будем катать исключительно в нью-йорке и внимание новом париже а это хорошая возможность изучить пути автомобиль появившийся в общем списке гаража еще в прошлом обновлении но который никак не был задействован это faraday future наконец-то будет разыгран причем на него запустится совершенно новый вид особого события под названием роа тест в нем со слов разрабов мы будем использовать и прокачивать так называемую арендованную версию машины выполнять на ней задание и получать чертежи чтобы в итоге открыть уже наш личный faraday себе в коллекцию и действительно если мы внимательно полистаем гараж то увидим что faraday там на самом деле два один видимо арендованный а другой наш конкретики пока конечно мало но чем-то данное описание напоминает формат рнд из асфальт 8 но скоро узнаем будет ли на деле какая-то схожесть или нет золотые статы авто на момент создания обзора неизвестны три разных вида охот ждут нас грядущие обновья в самом обычном ее формате мы увидим авто c-класса chevrolet corvette stingray для тех кому нужен ключ для еще одной тачки этого же класса ferrari 599 из из появится отличная возможность его заполучить всем советую тачка топ ну и категорию донатеров также не обделят вниманием и повторят в платной охоте ранее доступны только в прописке автомобиль pure italia berlin это также будут внедрены парочка незначительных но полезных исправлений о которых стоит сказать во первых у нас появится возможность отключать показ призрака соперника в гонках формата гран-при и clash пригодится тем кому это мешает и по многочисленным просьбам игроков надоедливое уведомление о зачислении жетонов банк а9 после каждой гонки можно будет скрывать самостоятельно тапнув любое место на экране также как это работает с начислением спецмонет а еще лофты хотят несколько перелопатить формат кубков и сделать их как они сами заявляют более захватывающими и сложными ну не знаю надо ли это нам главным интригующим фактором сезона город огней конечно является новая трасса и что очень приятно это то что у нас появится возможность сразу протестить ее в сети но конечно моя личная мечта это полноценное добавление абсолютно всех игровых локаций как в первую так и во вторую сеть но пока мечты остаются мечтами ну и новый формат ивента роа тест также интригует главное чтобы это не было какой-то непроходимой ерундой по типу синдиката в общем будет на что посмотреть ну а я в обзоре 29 обновления все рассказал не забывайте писать в комментариях что вы обо всем этом думаете ну и спасибо всем тем кто досмотрел это видео до конца надеюсь оно вам понравилось подписывайтесь если еще не подписаны также можете поддержать мой канал по ссылочке в описании всем буду благодарен удачи вам на трассах аспальта всем пока